Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только отличные БУ запчасти, но и мотоциклы с нашим новым брендом «МотоСтронг». Здесь на лучших условиях продаются обслуженные мотоциклы без пробега по СНГ и без аварийного прошлого. У нас привлекательные цены на мотоциклы в отличном состоянии. Весь ассортимент представлен по ссылке в описании. Звоните. Таких классных мотоциклов вы нигде не найдете. Сегодня мы разберем большую и надежную трансмиссию Aisin TR60SN, снятую с Porsche Cayenne 2004 года выпуска. Встречаем! Шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin TR60SN была создана по заказу концерна VAG и появилась на первом поколении Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, а позже на Audi Q7. В каталогах VAG она обозначается 0.9D. Ее устанавливали на Volkswagen Touareg со всеми вариантами дизельных двигателей от 2.5 до 4.9. Также на все варианты с бензиновыми двигателями от 3.2 до 6 литров. На Porsche Cayenne эта коробка ставилась с бензиновыми двигателями Aisin Audi Q7 вместе с бензиновым 4.2. С 2007-го эту трансмиссию устанавливали на Lexus IS GSLX и на Toyota Land Cruiser с бензиновым V8. Эта трансмиссия способна переваривать крутящий момент до 750 Нм. В ее основе планетарный механизм Lepe-Litier, благодаря которому эта трансмиссия имеет 6 передач переднего хода и сохраняет довольно компактный размер. Также благодаря этому механизму здесь 5 пакетов фрикционов, 3 сцепления, 2 тормоза и одна обгонная муфта. Комплектация этой трансмиссии фрикционными дисками отличается в зависимости от двигателя, для работы в паре с которым она предназначена. В гидроблоке 8 соленоидов. Блок управления находится вне трансмиссии. Этот автомат связан с селектором КПП тросом, а выбор режимов работы трансмиссии происходит перемещением золотника в гидроблоке. Для заправки этой трансмиссии используется синтетическая трансмиссионная жидкость. Концерн ВАК предлагает фирменную АТФ. Также фирменная АТФ есть и у Toyota WS. Также на рынке присутствует большое многообразие мультимарочных трансмиссионных жидкостей. Максимальный объем трансмиссионной жидкости 12 литров. Эта жидкость циркулирует по трансмиссии и по системе охлаждения. В самой трансмиссии циркулирует 9 литров трансмиссионной жидкости. Концерн ВАК заявляет, что масло залито на весь срок службы этого автомата. Но мы знаем, что масло менять нужно и можно каждые 90 тысяч километров. Так рекомендует Toyota. Через сливное отверстие можно слить 6 литров трансмиссионной жидкости. А если снять поддон, то из фильтра можно еще слить 800 грамм АТФ. Фильтр в этой трансмиссии по давно японской традиции в металлическом корпусе с фильтрующим элементом металлической сеткой. Она легко чистится обезжиривателем. Свежее масло надо заливать через отдельную пробку в поддоне. Для этого надо использовать трубку и загнутую крючком высоко подвешенную канистру с маслом. Также есть трубка-адаптер, которая навинчивается на сливное отверстие и на канистру с маслом. И под давлением воздуха масло подается в коробку. Уровень АТФ выставляется по капле падения через заливное отверстие и его переливную трубку. Отметим, что в этой трансмиссии еще одна заправочная пробка присутствует на левой стороне трансмиссии. Кстати, взглянув на левую сторону трансмиссии, можно определить, для какого автомобиля она предназначена. Если для бензинового, то здесь два порта. Если здесь три порта, то для дизельного. Гидротрансформаторы имеют конструктивное отличие в зависимости от того, для каких двигателей они предназначены. Гидротрансформаторы для бензиновых и дизельных двигателей разные. В конструкции гидротрансформатора для дизельного двигателя могут присутствовать два фрикционных диска вместо одной накладки муфты блокировки гидротрансформатора у бензиновых двигателей. В конструкции всегда будет присутствовать демпфер крутильных колебаний. Тот же двухмассовый маховик, который предназначен для того, чтобы муфта блокировки гидротрансформатора была в сокнутом состоянии в максимальном количестве случаев. В режиме драйв муфта блокирует гидротрансформатор на четвертой передаче по достижению скорости 40 км в час. В спортивном и вручном режиме муфта блокируется с третьей передачи, но до этого уже со второй передачи при малых нагрузках и малой скорости муфта находится в режиме проскальзывания. Японские инженеры старались сделать эту трансмиссию надежной и долговечной, поэтому к механической прочности вопросов нет. Стружка на магнитах встречается в крайне редких случаях, но эта трансмиссия в первые годы выпуска была оснащена ненадежным гидроблоком, и поэтому езда с пинками и проблема с гидравликой приводили к тем самым механическим проблемам. В трубке системы охлаждения встроен термостат, призванный регулировать температуру трансмиссионной жидкости. Но термостат оказался слабым местом, и когда выходил из строя, то пускал АТФ по малому кругу. То есть она не проходила через радиатор охлаждения и не охлаждала трансмиссионную жидкость. А как мы знаем, трансмиссионная жидкость перегретая, теряет свои свойства и приводит к разного рода проблемам. Например, к проворачиванию втулок планетарного редуктора. Провернутые втулки напрочь лишают этот узел смазки. Пинки при переключении передач, появляющиеся по мере прогрева трансмиссии, это первая весточка проблем с ее охлаждением. Владельцы автоматов 09D частенько удаляют термостат, пуская АТФ по большому кругу через радиатор охлаждения. Но в разборе этой огромной КПП нам поможет немаленький Серега. Встречаем! Привет! И мы начинаем нашу разборочку. Сняли поддон и сейчас крупным планом мы вам покажем сливную пробку и переливную трубку. Вот через эту трубку масло заливается и выставляется уровень. Обратите внимание, что на магнитах стружки нет, минимально присутствует фрикционный осадок. Вот типичный осиновский японский фильтр. Весь в металле и внутри фильтрующий элемент металлическая сетка. Через это отверстие мы никакого мусора и ничего подозрительного не видим. Эта трансмиссия настолько надежная, что в большинстве случаев она приезжала на ремонт из-за течи масла по вот этим разъемам. Но, к сожалению, никак герметизировать их нельзя и приходится покупать новые жгуты. Они стоят по оригиналу, как самолет. В гидроблоке 8 соленоидов. Шесть из них являются модулирующими. Четыре управляют сцеплением и тормозом B1. Вот этот соленоид управляет линейным давлением, а вот этот соленоид N91, самый нагруженный, управляет муфтой блокировки гидротрансформатора. Два вот этих соленоида являются шифтовыми и используются при переключении 4, 5 и 6 передач. Гидравлический блок прикручен к корпусу АКПП не по всему периметру, а только по трем сторонам. Поэтому на фоне перегрева трансмиссии он легко деформируется и не подлежит восстановлению. Трансмиссия может эксплуатироваться с неисправным гидроблоком, с пинками и ударами. Но при эксплуатации в таком режиме это только увеличивает стоимость ремонта. БУ-гидроблок надо подбирать по ВИН, потому что существует много вариантов калибровок клапанов. В первые годы выпуска эта трансмиссия дорабатывалась и совершенствовалась по электронике, то есть нуждалась в замене прошивки. С новыми прошивками она переставала пинаться и ездить с ударами, и это очень хорошо влияло на ее срок службы. В 2005 году гидроблок заметно улучшили, а до этого он страдал износом клапанов и оттечей масла. Но служил примерно 150 тысяч километров. При вскрытии гидроблока старого образца обнаруживался износ в его корпусе, то есть царапины и выработка в каналах золотников. А эта проблема решается заменой гидроблока или установкой ремонтных клапанов. Изношенные каналы и утечка в них приводят к пинкам при переключении передач. А вот обновленный гидроблок служит долго, никаких проблем с ним не возникает. При капремонте его достаточно просто промыть и заменить прокладку. А у нас гидроблок первоначального образца. Скорее всего, эта трансмиссия не успела дожить до проблем с гидроблоком. Втулка масляного насоса на двухпортовых трансмиссиях Aisin TR60SN представляет из себя игольчатый подшипник. А вот на дизельных трехпортовых версиях здесь втулка скольжения. Также диаметр отверстия для двухпортовых и трехпортовых трансмиссий разные. В версии с игольчатым подшипником диаметр больше. Также есть варианты конфигурации вала статора. Масляный насос традиционной конструкции с шестернями внутреннего зацепления. Этот насос не имеет проблем с надежностью и обладает хорошим ресурсом. Однако есть случаи поломки этого насоса из-за неправильной установки гидротрансформатора. Причина банальная. Слесари не попадают шлицами гидротрансформатора в поводки внутренней шестерни. Шестерня прижимается к статору и лопается при запуске двигателя, повреждая внутренности маслонасоса. Ну а теперь о состоянии. В нашем случае с маслонасосом и игольчатым подшипником все хорошо. Тормоз B1 служит опорой для крутящего момента на второй и шестой передачах. Эти фрикционы сгорают из-за проблем с давлением. А проблемы с давлением могут быть вызваны перегревом АТФ, засорением гидроблока, а также износом уплотнительных втулок и колец на валах. В нашем случае фрикционы подгорели. Обратите внимание, для какого крутящего момента рассчитана эта трансмиссия. Здесь шесть фрикционных дисков и диаметр у них XXL. Сцепление K3 используется на заднем ходу и передачах 3.5. По состоянию подгорели. Видно, что владелец этого Cayenne гонял как на Porsche. От этого и износ. Сцепление K1 участвует в передаче крутящего момента на первой, второй, третьей и четвертой передачи. Эти фрикционы сгорают первыми в результате пробуксовки и потери давления. Но в нашем случае они не подгорели. Обгонная муфта K1 блокируется на первой передаче в ручном режиме. Именно в этом режиме возможно торможение двигателем. Тормоз B2 используется на заднем ходу и в ручном режиме на первой передаче. Состояние отличное. Сцепление K1 участвует в передаче крутящего момента на четвертой, пятой и шестой передачах. Эти фрикционы первые на вылет из-за пробуксовки, вызванной, правильно, нехваткой давления. По состоянию здесь один стальной диск подгоревший. Планетарный редуктор Le Pelletier был разработан в 1992 году. Он представляет из себя простой планетарный редуктор, который работает в паре с редуктором Равиньо. Конструкторы АКПП Aisin TR60SN сделали этот узел очень надежным. А для битурбированного Volkswagen V10 этот узел еще дополнительно усилили. В этой части находится простой планетарный редуктор, а в этой планетарный редуктор Равиньо. В простом планетарном редукторе 5 сателлитов. Солнышко здесь неподвижное, потому что оно посажено на статор маслонасоса. Обратите внимание на эти массивные сателлиты. Реально как в дифференциале какого-нибудь среднеразмерного седана или кроссовера. Следующий у нас планетарный редуктор Равиньо. Вот одна из двух его солнечных шестерен. Размеры впечатляют. В редукторе Равиньо сателлиты еще более массивные. Напомним, что в редукторе Равиньо два комплекта сателлитов, а вторые сателлиты сдвоены. Это вторая солнечная шестерня, а вот это коронная шестерня. Они тоже впечатляют своим размером в ширину, но не в длину. Как вы поняли, по запасу прочности эта трансмиссия монстр. Разборка закончена и сегодня мы разобрали японскую Годиллу для немцев. Серега, резюмируй. Трансмиссия реально надежная. Приезжала она в некоторых случаях по недоразумению течи жгутов и поломки гидротрансформатора. Хочу отметить, что разборка и сборка этой трансмиссии очень простая. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».